Московские полицейские уже второй год подряд фиксируют снижение количества квартирных краж. Однако летом их число неизменно растет и достигает своего пика. Домушники всегда активизируются в сезон отпусков, когда горожане на длительное время покидают мегаполис. Какие квартиры в зоне риска? Как обезопасить себя от нежелательных гостей? И чего не стоит делать, находясь на отдыхе, чтобы самим не дать наводку злоумышленникам? Ответы на эти вопросы искал наш корреспондент Кирилл Антонов. И это далеко не полный перечень того, что пропало из квартиры Сергея. Мужчина рассказывает, его не было дома всего несколько часов. Вор уже этого времени хватило с лихвой, чтобы обогатиться как минимум на 200 тысяч рублей. Эта история закончилась хэппи-эндом. Злоумышленника взяли с поличным. Украденное вернули владельцам. По статистике, количество квартирных краж в столице сокращается. В прошлом году их зафиксировано почти на 40 процентов меньше, чем в позапрошлом. Но это не значит, что домушники исчезли как вид. Лето – это то время, когда квартирные воры становятся наиболее активными. И этому есть очень простое объяснение. У многих запланированы отпуска, поездки на дачу или за границу. Квартиры подолгу остаются без присмотра. И это, несомненно, привлекает домушников. Но свое жилище можно обезопасить. Как говорится, предупрежден – значит вооружен. Поэтому начнем с самого главного заблуждения. Мою квартиру точно не обворуют. Да и брать там нечего. Полицейские уверяют – в любой квартире вор найдет чем поживиться. Бывали случаи, когда домушники довольствовались всего лишь духами или алкогольными напитками. В любом случае неприятный осадок у хозяев оставался. Хотя бы от того, что в их квартире побывали преступники. По способу проникновения, да, наиболее подвержены через окна и балконы. Эта квартира расположена на первых и вторых этажах. Квартира расположена рядом с козыряками при входе в подъезд. А также рядом с проходящими трубами централизованного газоснабжения. Итак, первый совет и первая линия обороны квартиры, дачи или дома. От того, что каждый из нас считает своей крепостью. Как ни странно, современные пластиковые окна, в отличие от деревянных, взломать намного проще. С этой задачей может справиться даже дилетант. В глобальной сети можно найти множество «обучающих» видео. Вот, к примеру, мужчина вскрывает окно всего за 6 секунд. Хозяева этой квартиры пострадали от рук такого же умельца. У них пропали ювелирные украшения, часы и старые мобильные телефоны. Открыли квартиру, смотрим разбросанные вещи, открытая балконная дверь и открытое окно в спальне. Как сделать окна более надежными? Ответов на этот вопрос сотни. На рынке сейчас можно найти особую взломостойкую фурнитуру, которая обещает стопроцентную защиту. На практике эта цифра далека от идеала. Механизмы всего лишь затрудняют доступ в квартиру. Преступникам потребуется чуть больше времени, чтобы взломать окно. Так что старые верные решетки никто не отменял, особенно на первых и последних этажах. Вид из окна, конечно, испортят, зато сохранят вещи в целости. И не надо забывать, что безопасность квартиры – это целый комплекс защитных средств. Начнем мы с двери в подъезд. Домофоном сейчас, конечно, никого не удивишь. У опытных домушников есть связка ключей от любых замков. Если же замок не поддается, они прибегают к хитростям. Звонят в любую квартиру и представляются сотрудниками коммунальных служб или почтальонами. Просят впустить их. Этого делать ни в коем случае нельзя. И у сантехников, и у почтальонов есть свой собственный ключ от домофона. Неплохим дополнением станет консьержка, которая знает всех жильцов и не пропустит незваного гостя. Камеры видеонаблюдения в подъезде тоже не будут лишними. Устройство в случае кражи заснимет воришку. Благодаря таким записям сыщикам будет проще выйти на след домушника. Также неплохо, если на общей площадке установлена дверь в тамбур. Все перечисленные меры, конечно, требуют денежных вложений, но специалисты уверяют – оно того стоит. И вот мы дошли до самой квартиры. Входная дверь должна быть качественной. Стоит обратить внимание на материал, из которого она сделана. Предпочтительно это холоднокатанная сталь толщиной не меньше двух миллиметров. Эту информацию можно найти в техническом паспорте изделия. Немаловажны и петли. Если они внешние, то должны быть и противосъемные ригели. Они не позволят снять дверь, если вор отважится срезать петли. Современные металлические двери имеют как минимум два замка, желательно разных типов – сувальдной и цилиндровой. Обязательным атрибутом является металлическая броненакладка, защищающая устройство от высверливания. Надо брать в средней ценовой категории, чтобы был замок от надежной фирмы. Любой замок можно вскрыть. Есть замки, в которые вскрытие и проникновение может занять более длительное время. Соответственно, преступник либо откажется от своих намерений проникать в ваше жилище, либо он может быть обнаружен, замечен соседями. Пожалуй, самым эффективным способом защиты была и остается постановка квартиры на сигнализацию. Предпочтение, показывает практика, стоит отдать в неведомственной охране. Мы более подготовлены к задержанию преступников на квартире, к защите имущества граждан, поскольку ЧОПы не обладают всей полнотой власти. Экипажи вне ведомственной охраны курсируют по городу круглосуточно, 7 дней в неделю. В случае тревоги ближайшая машина тут же отправится на вызов. Сигнал тревога. Улица Молодежная, дом 3, квартира 82, подъезд 2, этаж 9. Всего за несколько минут экипаж прибывает на место. Сотрудники вооружены и готовы к любой нештатной ситуации. Несмотря на совершенствование способов защиты, воры тоже не стоят на месте. Учатся взламывать более современные сложные замки и к преступлениям готовятся. Наблюдают за потенциальными жертвами. Например, переполненный почтовый ящик. Знак того, что дома никто долгое время не появляется. А еще домушники используют специальные метки. Например, небольшой кусочек спички, вставленный между дверью и коробкой. Если через несколько дней маячок на месте, значит двери никто не открывал. Жильцы в отъезде. Вы сами можете обратить внимание на людей, находящихся в подъезде посторонних. Люди, которые находятся на прилегающих к доме территории. Проходят под окнами, заглядывают. При таких случаях, конечно, необходимо сразу же обратиться в полицию. Наряд прибудет и проверит. Прятать что-то дома – не самая удачная затея. Ведь домушники прекрасно осведомлены о всех возможных тайниках и укромных местах. «Храните деньги в сберегательной кассе». О ценности в банковской ячейке. Этот призыв до сих пор остается актуальным. И последний совет. Иногда ворам даже не нужны наводчики и осведомители. Потенциальные жертвы сами провоцируют преступников. Например, хвастаться своими доходами, дорогими покупками или заграничными поездками в малознакомой компании или социальных сетях. Не распространяться о своих доходах. Потому что преступники зачастую наблюдают, на какой автомашине подъезжает человек, какие он делает, совершает покупки. Приучить своих детей не разговаривать с незнакомыми ни по телефону, ни в прямом контакте. Не рассказывать о дорогих подарках, покупках. Но если домушнику все же удалось пробраться в ваше жилище, сразу позвоните в полицию. До приезда следственной группы ничего в квартире не трогайте, чтобы не уничтожить следы. Доказано, чем раньше вы сообщите о краже, тем выше вероятность, что воры, а значит и ваше имущество, будут найдены. Кирилл Антонов, Дмитрий Трудников, Петровка, 38.